Салют! Сегодня с утра я получил вот такое сообщение от Камрада. Признаюсь, на меня это произвело эффект волшебного пенделя. К тому же вчера, на свое удивление, я увидел скриншот в ролике ББ из моего давнего обзора Комедианта. Немного пообщавшись с Владимиром, я задал вопрос, на какую фигуру ты бы хотел увидеть обзор? И получил ответ, ЖЧ ОБА. Посему милости просим ко мне на обзор двух марков, 33 и 46 концепт-арт. У двух фигур в комплекте по три пары одинаковых сменных кистей. У Центуриона еще и лезвия, которыми он в фильме отрубил главгаду руку. Начнем с марка 33, серебряного Центуриона. В комплекте два шлема. Один с лицом Тони под забралом, который можно сдвинуть на лоб, и оно будет держаться на магните. И второе, со светящимися глазами. Еще был эксклюзивный тираж с дополнительным шлемом. К слову, в этом ролике я не буду тестировать подсветку, уж извините. Слишком долго это все устанавливать, а затем убирать, ибо фигурка храни-патарейки просто нельзя. Помимо сменных кистей, лезвий и голов, у Центуриона имеется альтернативная, поврежденная грудная пластина. Как вы помните, по вине Киллиана. Для поднятия брони необходимо воспользоваться только очень аккуратно, чем-то плоским. Крепится она на четыре ножки. Хлутойс выпустили эту фигурку в 2014 году, и она была приурочена, что логично, к третьему сольному фильму. Благодаря железному человеку 3, в котором нам представили всевозможных марков, фанаты смогли собрать при желании и возможности весь легион. Но были и те, кого бесило такое обилие, как они считали, однотипного хлама, и поэтому среди коллекционеров все чаще стало слышаться избительное слово утюги, от английского Iron, утюг. Если честно, пластиковые марки мне нравятся больше, чем металлические, ибо у вторых, очень быстро местами начинает облазить краска. Но, по сравнению с другими моделями, особенно более поздними, Центурион не может похвастаться особой подвижностью. Однако, плюсом он будет то, что даже спустя 6 лет он не потерял своей привлекательности. Центурион намного легче декастового, то бишь металлического 46-го, а подставку имеет, прямо скажем, добротную, способную хорошо удержать именно тяжелую фигуру. Но, есть секретик, производитель планировал добавить подсветку стенда, однако, по факту, ее нет. Такая же ситуация и с андоскелетом по генезису. А сейчас поговорим о фигуре, выпущенной к десятилетию кинофраншизы Marvel, при создании которой за основу был взят концепт-арт к гражданской войне, ну или противостоянию. Как я уже говорил ранее, это фигуры с элементами из металла, поэтому, если Центурион весит примерно, данные взял сайта Сайдшоу, 2 килограмма, то 46-й, 3 килограмма, хотя, как по мне, все 3,5. Как вы могли заметить чуть ранее, в комплект фото положили стандартную подставку с держателем под пах, все красиво, MCU, 10 years, но по факту фигура держится на честном слове и в случае чего может упасть. Но даже без падений на ней со временем вы будете обнаруживать новые следы содранной краски. Причем в таком состоянии владельцы уже их получают, но хочу обратить ваше внимание на тот факт, что это не проблема конкретно этой модели, а покраски всех дайкастовых, то бишь металлических, желчевов. Здесь больше точек артикуляции, больше подвижности и выглядит этот концептуальный марк очень близко к классическому образу железного человека. Вместе с марком 47-м они смотрятся очень здорово. Эх, мечты, мечты. Сравните возможность наклонить фигурку чуть вперед. 33-я остается за бортом. Взгляните на закрылки, Центурион такими не может похвастаться, зато у серебрян есть похожие на воли, это было видно на 1,26, минут я имею ввиду. У зрителя может возникнуть вопрос, а в чем проблема была создать второй шлем с лицом Тони под забралом, как это было у 33-го? Или вовсе положить комплект в голову? Дело в экономии, это эксклюзивные фигурки для немногих ценителей. К тому же 46-й костюм был первым, чей шлем складывался полностью. Обратите внимание, сейчас я показываю сменные части костюма. Ключевая броня, закрытая и готовая к стрельбе, а также броня предплечья, закрытая и с ракетой на изготовку. 46-й не может похвастаться своей историей как Центурион, который впервые появился как отдельная броня в 1985 году, когда на страницах сольной серии Железного Человека бушевали войны брони. Что до 46-го, то его прототипом ошибочно считают Bleeding Edge Armor, но это относится больше к марку 50-му. Центуриона я купил за 13 600, а 46-го за 25 000, плюс 2 100 башка, но они позже. Сейчас я должен перед вами извиниться, так как только в процессе монтажа вспомнил, что не показал вам Грудину под броней. Я очень сильно хотел фигуру Железного Человека, и только в июне 2019-го я осуществил свою мечту. Центуриона купил чуть позже, спустя 5 месяцев. Этот концепт-арт был для меня идеальным первым марком. Переходная версия от Громовских доспехов до нано-костюмов. Голову, которую я сейчас показываю, докупил позже. Это Рекаст, то бишь пиратская копия скульпта по противостоянию, только без фингала. Для того, чтобы посадить голову, необходим особый переходник в пех. Без него голова не установится, просто будет падать. У 47-го костюма тот же скульпт, только взгляд немного в сторону. Очки копии аналогичных у 47-го. Есть самые разные скульпты голов Тони, я говорю сейчас именно про пиратские, поэтому при выборе очень важно не ошибиться. В своем ролике я старался показать более детально сами марки, нежели повертеть в руках и попрутить конечности, мол, вот смотрите где гнется. Бонусом же, немного полезной информации. Помимо вышесказанных различий между пластиковыми и металлическими марками, такими как покраска, цена и вес, стоит упомянуть и технологию создания. Речь о литье под давлением. Я наткнулся на статью, в которой говорится, что у металлических марков шарниры также сделаны по современной технологии, позволяющей быть в отрыве от шарниров старого поколения пластиковых марков и придавать прочность соединениям у новых. Забыл сказать, дайкаст это сплав цинка и алюминия, так называемый замак, алюминия примерно 4%. Начиная с фильма «Железный человек 3», Hot Toys начали всех основных марков выпускать только в дайкасте. Это же касается и воителя. А сейчас я вам расскажу немного о других выпущенных Hot-овских марках. Вы видите на экране Mark III, фигурка Hot Toys уровня 2009 года. Тогда такая модель стоила примерно 160 долларов. В 2015-м, спустя 6 лет, его переупустили в дайкасте. Эта же судьба ждала и другие основные костюмы, вверху Mark V и VII. Сейчас вы увидите продукты по мере их выхода. Помимо основных марков первой волны из пластика, затем основных марков уже из металла, а потом второстепенных марков, ну то бишь из легиона, Hot Toys выпускали фигуры не только в формате 1 в 6, но и в 1 в 4, а также аксессуары, типа стола, оборудования, оружейных. Причем недавно решили выпустить миниатюрную копионой, а затем подобные для костюмов паука по игре от Sony. Также были выпущены бюсты в 1 в 6, в 1 в 4, грудные реакторы и перчатки бесконечности в полную величину. Hot Toys даже выпустили светящийся логотип Marvel. Недавно Hot Toys подгадили фанатам, анонсировали чистую версию по финалу, а спустя какое-то время поврежденную. И вторая была намного лучше, а у кого-то ведь был оплачен депозит. Почему-то среди фанатов принято плевать в сторону третьего фильма, но вы только взгляните на разнообразие этих костюмов, и ведь многие созданы по комиксам. У Тони был свой автопарк, поэтому неудивительно, что он создал костюмы под самые разные нужды и условия, в том числе создал костюм против Халка, Халкбастер. Но основными марками принято считать с 1 по 7, а также с 42 по 47, затем 50 по Войне Бесконечности и 85 по Финалу. А теперь зайдем на сайт Hot Toys. Выберем сортировку по лицензии и взглянем, что у них на сайте представлено по трем сольным фильмам Железного Человека. А затем выберем сортировку по Мстителям, плюс Противостояние. Устаревших позиций просто нет, поэтому перед демонстрацией их официального сайта я вам показал страничку, на которой наглядно видно, что и в какой год выходило. Вообще, я надеюсь, что когда-нибудь на русском языке выпустят артбуки или книгу Хлоки на вселенной Марвел. Такие на западе выходят каждому фильму. Но кое-какая информация попадает и в Рунет. Например, о марке 33 Серебряный Центурион. Цитирую. Костюм был разработан для тестирования возможности усиленного перенаправления энергии. Благодаря улучшениям системы передачи энергии к репульсорам и юни-биму, броня может передать большее количество энергии полетным системам и системам вооружения. Броня использует стандартную репульсорную систему, но на ладонях установлены более мощные наладонные репульсоры. В грудной части костюма установлен треугольный юни-бим, способный генерировать юни-луч разрушительной силы. За юни-бимом спрятан вибраниумный грудной реактор второй модели, питающий весь костюм. На костюме установлено вибраниумное лезвие. Ну вот и все. Спасибо за внимание и до встречи.